В Тольятти откроется центр Нива — культурное пространство, посвящённое легендарному вазовскому внедорожнику. На презентации этого проекта побывал лично глава автоваза Максим Соколов, сделавший весьма неожиданное заявление. Так, в следующем году классическая Lada Niva Legend получит новый двигатель. Президент автогиганта не уточнил, каким мотором оснастят заслуженную модель, но отметил, что агрегат будет мощнее и тяговитее нынешнего. А значит, придётся размышлять. В 2014 году автоваз заказал тольяттинской фирме СуперАвто проект доработки классического атмосферника. Заменив коленвал, поршни и шатуны, инженеры смогли поднять отдачу на 10 сил. Вот только заказчику разработка не пригодилась. Заметим, что восьмиклапанник 1.8, который появился было на ролейной Ниве минувшим летом, совсем другой — этот мотор подразделение Lada Sport делало самостоятельно. Зато старой разработкой СуперАвто недавно заинтересовался Ростех, который планирует ставить такие движки на коммерческие версии Нивы. Ради этого специалисты СуперАвто создали варианты на 100, 106 и 110 сил. Однако анонсированная господином Соколовым Lada Niva Sport, скорее всего, получит поперечный агрегат под индексом 11182 — это 90-сильный мотор 1.6, который ставится на Гранту и Ларгус. Во всяком случае, как выяснил телеканал Автоплюс, именно такой внедорожник сейчас тестируют вазовские инженеры. Для внедрения грантовской четвёрки в продольную компоновку Нивы нужен довольно серьёзный объём передела. Но сама машина получается весьма органичной. Так, 182-й двигатель выдаёт 80% крутящего момента уже при тысяче оборотов, то есть имеет почти дизельный характер. При этом Нивовская трансмиссия должна без особых проблем переварить возросший крутящий момент. И просто красивая новость. Над зданием ВАЗовского завода управления вновь начала вращаться знаменитая ладья — фирменный символ марки Lada. Эта конструкция высотой 5 и шириной 15 метров, которую при помощи вертолёта на 96-метровую высотку водрузили больше 20 лет назад. Два года назад логотип, что должен совершать полный оборот за четыре минуты, остановился. И только сейчас механизм поворота наконец отремонтировали. Притом функциональность восстановлена полностью. При сильном ветре эллипс разворачивается вдоль порыва. Ночью 50-тонная эмблема Lada, обшитая пластинами из нержавеющей стали, подсвечивается, что делает её заметной за 30 километров от Тольятти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok